Гены, вовлекаемые дексаметазоном, в купирование длительного ослабления памяти, вызванного воспалением. Уважаемые коллеги, прежде всего разрешите поблагодарить организаторов этого симпозиума за возможность представить нашу работу, которая называется «Гены, вовлекаемые дексаметазоном, в купирование длительного ослабления памяти, вызванного воспалением». К настоящему времени накоплено большое количество сведений, которые указывают на вовлечение нейровоспаления в когнитивные расстройства, наблюдаемые при различных нейродегенеративных заболеваниях, включающих болезни Альцгеймера, Паркинсона, тяжелые инфекционные заболевания, ишемические повреждения. Исследование механизмов возникновения индуцированных воспалением когнитивных расстройств и их ослабления какими-то средствами будет способствовать не только пониманию путей развития этих патологий, но и выявлению потенциальных терапевтических мишеней. Среди средств, от которых можно ожидать ослабления вот этого негативного эффекта воспаления, это глюкокортикоидные гормоны. Они могут оказывать негативное влияние на иммунную систему, снижать воспаление и логично ожидать, что они будут ослаблять индуцированную воспалением вот эту когнитивную дисфункцию. Недавно в работе... Последним показано, что в недавней работе Ченгом они вводили дексаметазон до ишемического повреждения. И это воздействие оказывало гнетающе, но ослабляло острый провоспалительный эффект и острое нарушение памяти. В нашей работе мы исследовали молекулярные механизмы длительных поведенческих эффектов дексаметазона в условиях нейровоспаления. Для... ну такой распространенным способом для индукции нейровоспаления является введение компонента клеточной клетки грамма отрицательных бактерий, таких как ишерихия коли, это липополисахарида. Мы вводили липополисахарид с триатом в правую часть. То есть контрольные животные получали введение физиологического раствора. Половине животных из каждой группы за полчаса до центрального введения вот этих препаратов внутри брюшина вводили дексаметазон. Исследовали острые эффекты через сутки и через отдаленные через три месяца. Сначала охарактеризую нашу модель. Здесь вот вы видите те изменения, которые мы видели с триатоми через сутки после введения липополисахарида. В соответствии с многочисленными литературными данными, эти данные тоже свидетельствуют о острых провоспалительных эффектах. На что указывает увеличение экспрессии гена интерлекин-1-бета. И проапаптозные эффекты. Это увеличение экспрессии белка исполнительной протеазопаптозы КАСПАЗА-3. Таким значительным этапом активации воспаления является активация микроэнгиальных клеток. Мы не обнаружили изменений по числу активированных микроэнгиальных клеток между контрольными животными, получавшими липополисахарид через сутки. Которые были маркированы только одним маркером микроэнгиальной активации ИБА-1. А клетки, которые были маркированы ИБА-1 и КАСПАЗА-3, число этих клеток было значительно повышено в области введения липополисахариды. Но вы можете обратить внимание, что изменения мы обнаруживали только в области введения. В другой части, куда препараты не вводили, изменения мы не наблюдали таких отчетливых. И это уже не только наши данные, они накапливаются. Некоторые исследователи даже считают, что вторую часть, в которую липополисахарид не вводится, можно использовать в качестве контроля. Вот это гиппокамп. Гиппокамп это структура, которая играет ключевую роль в формировании памяти, поддержании памяти. И в ней мы также обнаружили признаки воспаления через сутки, которые были, однако, одинаковые в обеих структурах слева и справа. Ну и также об активации воспаления свидетельствует небольшое увеличение экспрессии маркерного белка, активированной микроглией АВА-1. Для оценки поведенческих изменений ВОЗ через сутки использовали тест Гарсия, который определяет нарушение двигательной активности, чувствительности. И по данным этого теста, по снижению числа баллов, можно видеть, что через сутки у животных наблюдался отчетливый неврологический дефицит. Изменения в поведении после введения липополисахарида фиксируются длительное время, даже до нескольких месяцев. В нашей работе мы обнаружили ослабление памяти в тесте распознавания нового объекта, который очень любят использовать в таких вот экспериментах, через три месяца после введения препарата. И так же, как и в остром опыте, где введение дексаметазона предотвращало неврологический дефицит, так же и дексаметазон предотвращал ослабление памяти индуцированной липополисахаридом. И вот с чем же это все может быть связано? И ослабление памяти, и предотвращение ослабления памяти дексаметазоном. Мы провели у этих трехмесячных животных транскриптомный анализ гиппокампа, полногимномное сиквенирование. Здесь представлены на этом рисунке дифференциальные экспрессирующиеся гены, которые были выявлены при сравнении разных групп. Это так называемый вулканоплод. Красным показаны сниженные экспрессии, в смысле повышенные экспрессии, синим сниженные экспрессии. На уровне более чем, экспрессии различалось более чем в два раза и на высоком уровне достоверности. Через три месяца после введения липополисахарида наблюдалось изменение 33 генов по сравнению с контрольными животными. Эти гены в основном связаны с контролем иммунной системы, с регуляцией активации иммунной системы и с провоспалением. Вот это показано 10 наиболее значимых биологических процессов, с которыми были ассоциированы дифференциальные экспрессирующиеся гены при сравнении этих двух контрольных групп. Что интересно, введение дексаметазона не повлияло на большинство этих генов. И красными звездочками показаны общие гены для животных, которые получали липополисахарид, только и на фоне дексаметазона. Я не буду подробно описывать все эти гены, их там очень много. Остановлюсь на двух наиболее важных с нашей точки зрения результатах. Первый результат это ожидаемый. То, что липополисахарид введение оказал длительное влияние на гены, связанные с воспалением. И с лимонной системой, и воспалением. Это вот показано... Ну, некоторое количество генов продемонстрировано, что одинаково изменились после липополисахариды. Дело в том, что неожиданный результат это то, что введение дексаметазона не повлияло на экспрессию генов, связанных с воспалением. Это неожиданный. Ожиданный, что экспрессия этих генов изменилась, а неожиданный то, что дексаметазон на экспрессию провоспалительных генов не повлиял. Почему? Вот и тогда непонятно. Значит, за счет чего произошло ослабление памяти у животных после воздействия провоспалительным символом? Ну, это связывается в первую очередь с цитокинами. С интерлекином 1-бета, экспрессия которого у нас повысилась. Но дексаметазон ослабил вот это нарушение памяти, но на интерлекин 1-бета он не повлиял. И, значит, есть какие-то другие механизмы, которые сюда вот здесь активировались и привели к восстановлению памяти нарушенного либо полисахаридом. Когда мы сравнили, ну, это могут быть гены, которые связаны с регуляцией транспорта ионов, прежде всего, калия, кальция и с развитием нервной системы. Это мы сравнили животных, которые получали липополисахарид, и животные, которые получали липополисахарид с дексаметазоном. Ну, чтобы выявить вот эти гены специфические, новые, ну, которые могли вот участвовать вот в этой самой поведенческом восстановлении, мы использовали, ну, анализ стринга берут-белковое взаимодействие. Здесь вот показаны гены, которые общие, их 22, которые после липополисахариды сравнивались с физиологическим раствором. Ну, после всяческих преобразований, там, в сеть вот в эту белок-белковое взаимодействие вошло 16. Шесть не соответствовали критериям отбора. И вот эти гены, ну, как и ожидалось, общие, они вот и были связаны с иммунным ответом, с провоспалительным ответом. А с чем же вот анализ специфических генов, который был специфический, не связан с воспалением, Это оказались гены гаммкаргической системы, глютаматергической, транспорта калия, кальция. И особенно нас, ну, наше внимание привлекли гены глютаматергической системы, которые были связаны с обучением, с когнитивными функциями. Я уже заканчиваю. Все, да? Ага. С нейрогенезом. Показано вот специфическое изменение. Особенно интересно это транспортер глютамата, который очищает синаптическое пространство с глютаматой, защищает клетки от гибели. Это рецепторы глютаматергические, ионотропные, и метаботропные, которые сейчас не только показаны, участвуют в регуляции поведения, но и предлагаются, например, метаботропный рецептор 5 даже для терапии деменции, некоторых видов деменции. Ну, таким образом, наше заключение, то, что предварительное введение дексаметазона, наш результат, который мы не ожидали, не оказал заметного влияния на длительно сохраняющуюся иммунно- и воспалительную активацию, индуцированную липополисахаридом. Но зато дексаметазон повлиял на экспрессию генов, ассоциированных с атоматологической передачей сигналов и развитием нервной системы. И, возможно, именно вот эти эффекты явились причиной восстановления нарушенной памяти, вызванной липополисахаридом. Спасибо, Галина Трифоновна. Вот у меня просто очень много вопросов, но, к сожалению, мы уже перебрали время, потому что очень интересные результаты транскриптомного анализа. И тут вот, так сказать, хотелось бы... Спасибо. Спасибо.